Всем привет! С вами снова славный Дружиобломов. Понятия не имею, почему вы, мои подписчики, смотрите какие-то распаковки. Я вообще не знаю, почему люди смотрят распаковки. Я не знаю, почему люди смотрят распаковки, и я не знаю, почему люди смотрят летсплеи. Я вообще не знаю, в чём смысл. Но, тем не менее, я сам иногда почему-то это смотрю. Почему? Наверное, потому что это эффект запакованной коробочки. То есть, пока коробочка запакована, ты такой, боже, что в ней? Я хочу знать! Покажите мне, что в этой коробочке! Когда уже открыто, то становится неинтересно. Типа, ну ладно, господи, ну понятно там, что-то там, да, хмик с ним, короче. А когда куча вот таких вот коробочек, то ты такой, аааа, ааа, я хочу знать, что там. Окей, сегодня мне приехало, точнее я приехал позавчера из Турции, я был там 10 дней. И за эти 10 дней мне с ebay приехало вот такое вот гигантское количество каких-то посылок. Просто, просто, просто немерено. Там должны быть какие-то акумы для айфонов, защитные пленки и может быть что-то интересное. А давайте начнем распаковку. Распаковывать я буду ножом Samura Sakai. Бритвенный нож, просто, просто обалдеть, чуваки. Вот такой вот маленький ножичек, типа реклама Samura. Начнем, наверное, с самой большой коробки. Охренеть! Обалдеть, короче. 30 секунд прошло обзора, а я уже порезался. Блин, эти ножи просто бритвы какие-то. Ладно, пить надо меньше. Погнали. Мне нужен тупой нож для анбоксингов на самом деле. Реально, 30 секунд. Хорошо, что я большой нож не взял, реально. Что же... Да! 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 А, я угадал. Мы начали с самого прикольного. Ссылки на большинство из того, что было распаковано, я дам в описании. Это, друзья мои, ослик-суслик. Но это не ослик и не суслик. Это паукан. Как-то запаковано-то как-то не очень, на самом деле. О-о-о, да! Да! Это лучшее вложение денег. Иди сюда. Он хороший. О, приклеен, что ли? Или что? Так, короче, но на самом деле Они долбанулись Закрывать батареечный блок На шурупы В смысле, на винты И закрывать тут В этом, ё-моё, в пульте Закрывайся Неужели нельзя было сделать обычную защёлку Сумасшедшие чуваки Ладно, это пауг У пауга горят глаза Я думаю, видно Вот такой пауг И как бы ты такой У нас батарейки полудохлые Мы их вынули Ё-моё, он поворачивается здесь? Какой-то А, подожди Давай его нахрен поставлю Батарейки полудохлые Но выглядит прикольно Но там стоит каких-то копеек Этот пауг Прикиньте, как можно обосраться Ты заходишь в такую ванну Не знаю, твоя девушка заходит в ванну Такая, ааа, пауг А он такой Это потрясающе На самом деле, вот такие вещи Это лучшее вложение денег Которое вы можете придумать Я вам известно То есть люди покупают Бентли Вкладываются в бизнесы Выращивают детей Покупают автомобили себе Квартиры Но вот это лучшее вложение денег Которое вы можете придумать Эти несколько баксов Действительно окупятся Ну у него, смотрите У него два положения Это вперёд Это назад Влево-вправо нет То есть он поворачивает И бежит Ладно, вот такой Спайдер Сделан, конечно, ну Типа Как сказать Ну Ну спайдер Шут с ним Спайдер функшн Форвард-бэквард With light Вперёд-назад Со светом Погнали дальше Они зачем-то к упаковке Его прикрепили тоже винтом Китайцы сумасшедшие На самом деле Погнали дальше Посмотрим, что здесь Так, тут у нас Да Да Да-да-да-да-да-да Это то, что я заказывал Это, друзья мои Для айфона 5C Задняя крышка Чёрного цвета Я собираю свой телефон Xiaomi Менять на айфон 5C Но об этом будет Отдельный ролик Почему я так собрался сделать И почему не на шестой айфон Я бы даже мог, наверное, позволить себе шестой айфон Если бы продал почку Но дело не в этом Дело в том, что Блин, как мне нравится 5C По форм-фактору Но мне не нравится розовый цвет Мне не нравится жёлтый, зелёный, белый Поэтому я купил вот такую крышку Так К крышке, к сожалению, не идёт в комплекте ничего Кроме салазочек Каких-то кнопочек Ну и ладно Вот такая вот штука Айфон, эппл Если у кого сейчас есть 5C И вас задолбало, что он детский розовый какой-нибудь Вы можете из Китая За там тысячу рублей, например Купить вот такую вот крышку Для айфона 5C И в каком-нибудь сервисе Или самостоятельно Если у вас руки растут не из задницы Сделать его чёрным Так, это шуруп от паука Так, что это такое? Это спасибо А, это Воробьёва попросила меня купить ей screen protector Смотрите, чуваки, в чём сейчас тема Сейчас для телефонов есть Ну вы знаете, обычно есть плёнки Типа ты наклеил плёнку И... Но она экран от разбития Если телефон упал, защищает практически никак Сейчас есть такие штуки Как второе стекло То есть вот это вот Это для её айфона 6 Да, не 6+, у неё айфон 6 Это типа второе стекло И вот оно реально защищает Нет, само собой Если вот так вот обнаковальне удолбанёте То у вас телефон всё равно разобьётся Но у меня лично есть знакомые У Серёги есть знакомые Которые покрывали свой телефон Вот таким вот вторым стеклом Оно толщиной, я не знаю, треть миллиметра Или около того Практически незаметно На touch не влияет никак Но когда ваш телефон падает Реально падает На асфальт падает То разбивается Вот это вот второе стекло Пожалуй, это единственная такая штука Вот для подобных телефонов Типа айфонов Защитить экран Не уродуя телефон Какими-то убогими чехлами Или знаете То есть я вот реально в шоке с людей Которые носят свои телефоны То есть человек купил айфон Это телефон, над которым работали там Тысячи людей Там рисовали дизайн В который вложена куча денег И он просто Ты берёшь этот айфон там 6 Мне он не нравится Потому что он слишком большой Но ты берёшь его И ты понимаешь Блин, ё-моё, до чего круто Какой он гладенький Какое у него там стёклышко По краям завалено Все дела И ты его запихиваешь В долбанный чехол Делая из него какого-то монстра Просто я этого понять не могу Так вот Единственный Как это Легальный Легальный способ Практически дизайн Не изменив Лишь утолщив Там на треть миллиметра Экранчик Защитить стекло Вашего телефона Это не плёнка А вот второе Вот такое вот Наклеиваемое стекло Вот Называется Tempered Glass Кому интересно Дам ссылку в описании Штука прикольная Погнали дальше Так Ничего У нас ебэ Карточки Благодарности Какие-то Так Что же это такое Судя по весу Это 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 ничто Нет Там должно что-то быть Что это А нет Это 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 тоже Защитное стекло По-моему Да Это я для своего будущего Айфона 5С Купил защитное стекло Ну Слава богу Стоит оно совсем чуть-чуть Но оно Как вы видите Не доехало Ну давайте Разве что Это повод Оно видно Что он разбит Это на камеру Да-да-да Видно Давайте что-ли попробуем Насколько оно Может защитить То есть Вот от таких ударов От таких ударов Оно как бы Спасает Основное стекло Разбиваясь Само Это я бью Железный Железной пяткой Ножа Вот как это происходит Такая вот штука Это действительно Как бы стекло Оно даже Рассыпается Мелкой крошкой Давайте еще раз Ну вот Вот То есть вы наклеиваете Такую штуку На свой телефон Но видимо Я уже не наклею Лол Но слава богу Она стоит Что-то там Доллары Ну короче Какие-то копейки Эта штука стоит Поэтому Ну вот такая Она пришла Видимо Я не уверен Ее гнуть что ли Нельзя Нельзя Да Друзья мои Уважаемые китайцы Которые прислали Мне эту штуку Я наверное на ebay Даже небольшую Жалобу подам Потому что Они никак Я не знаю Никак ее не запаковали Чтоб ее нельзя было На таможне погнуть Смотрите Даже с нее крошки сыпятся Крошки стекла Но Вот такой вот тест Показывает Что да При падении Не стопроцентно Но действительно Эта штука Эта штука Может защитить Основное Дорогостоящее Стекло С тачскрином Вашего Телефона Ладно Шут с ним Короче Это первая посылка По моему Которая пришла Битая мне Когда-либо С ebay Я не хочу Чтоб мне в задницу Попали эти стекла Я буду спать Так Давайте пойдем дальше Это походу Акум Серегин Или мой Да Это Акум Для Что с ним Такой он погнутый Что ли Не Не По-моему Нет Ну чуть-чуть погнутый Это нормально Нормально Думаешь Влезет Да Влезет Я не такие слова Короче Смотрите Это Акум Для айфона 5 или 5c На котором Написано Что он 3680 МАч Друзья мои Это Короче Вранье На самом деле Если мы Отклупаем Вот эту вот Золотую пленку С этого Акума То мы увидим Что он 1400 мАч Как обычный Акум В обычном Айфоне Зачем мы его Купили Потому что он стоит Долбанных 200 рублей А у Сереги Его акум Оригинальный Он уже Дохлый В мясо То есть Если он Дохлый В мясо Заменяйте Я слышал Что есть Возможно Где-то прислан Я купил себе Дорогой акум Он стоит Почти 1000 рублей Говорят Что вот такие Дорогие акумы Они Больше Оригинальных На примерно 200 мАч Типа Они так качественно Обалдеть Как обостраться Сделаны Что они Больше на 200 мАч Не знаю А вот такие Акумы Они То есть То что на них Пишут Что это 3680 Это Вранье Более того Я сдирать не буду Вот эту золотую пленку Если ее содрать Там будет написано Под ней Что там 1400 Но Сереге Приехал его Новый акум Он самостоятельно Его сегодня Заменит И Его телефон Его айфон 5c Начнет работать нормально Вот Ну то есть Держать нормально А то у него Что-то Совсем все плохо А вот смотрите Я купил две крышки Одну подешевле Вторую подороже Смотрите Как запаковали ту Которую То есть Серега тоже Себе хочет Черную крышку На айфон 5c Смотрите Как запаковали ту Которую Прислали подороже Смотрите Вот так Да Видите Реально Хрен Сломаешь Распаковывать Не будем Это тоже Черная крышка Для айфона 5c Но факт В том Что да Ты платишь И Ладно Распакуем Посмотрим Что там Да Такая же Крыжечка Буком Она ничего Не отличается Ну да Зато Запаковали Как боженька Что погоди Там винтики Есть Где Что-то Маленькое Запаковали В какую-то Квадратную Коробку Подожди Это еще одна крышка Разве мы 3 заказывали Нет Мы заказывали 2 И это вообще странно Короче Я не знаю Зачем они прислали Третью крышку Я заказывал себе крышку И Сереге крышку Третью я не заказывал И на ebay У меня третьей крышки В заказах нету Видимо Подарок что ли Может они стоят Как семечки Ладно Вот это походу Мой аккум Мой аккум Походу приехал Сейчас посмотрим В чем разница Да Походу Это мой аккум А второй Доплик Так Один Пятьдесят Двадцать Двадцать Грамм Двадцать Грамм Второй Двадцать Двадцать Грамм То есть Нифига Это все Короче Фейк Это все Вроде Чуть-чуть По-разному Они выглядят Но все Это Булшит Короче Их На самом деле Но если Дохлый У вас Акум У айфона То Да А походу Так Конечно Нет Говорят Что Да Один из них Стоит Двести Рублей Второй Что Восемьсот Я надеялся Что Один Типа Будет Слушай А что они По высоте Разные В этом Ты и делал Я Хотел Только Что Уточнить Это Все Странно Странно Все Это Странно Ну Ладно Возможно Как говорят Бывают Акумы Которые Помощнее На 100-200 МАч Для Телефона У которого Всего 1400 В оригинале Айфон 5c Это Типа Неплохо Ну то есть Это даст вам Тот час Который Час Работы Который Вас Бесит Ну Ладно Шут С ним Все Это Мы Потестим Открываем Еще Одну Коробочку Так Фонар Фонарик Для Какие-то Странные Сюда Батарейки Должны Идти Судя По Всему Фонарик С Креплением Для Велосипеда По-моему 300 рублей Стоит Для Типа Того Я Заказал Пару Фонариков Чтобы Сравнить Их В Тестировании Это Будет В Сравнительном Тестировании Так Что Мы Идем Дальше Надеюсь Что Где-то Тут Будет Еще Фонарик Я Помню Два Их Заканал Три Себе Себе И Другу Жеке Так Это Что-то Да Это Тоже Фонарик Я Дам На них Ссылки В описании Под Роликом Этот Фонарик Какой-то Другой Но Я Думаю Что По сути Все Тоже Самое На Ebay Продаются Фонарики У которых Есть Вот Такое Удаленное Включение Вот То есть Тут Можно Я Не Понял Тут Как-то Вы Можете Так Прицепить То есть Вместо Вот Этой Кнопки Вы Подкручиваете Вот Эту Фиговину Вот А Вот Это Протягиваете На Руль И Вы Типа Так Нажимаете И У вас Прямо С Руля С Руля Начинает Работать Эта Штука Правда Блин Насколько Это Все Надежно Не Совсем Я Понял Как Это Работает Ну Ладно Разберемся Это Будет В Обзоре Фонарей Шут С ним И Я Не Знаю Пришел Или Пришел Здесь Должен Должен Один Фонарь По идее Дорогой Надеюсь Что Он Вот Тут Вот Брендовый Дорогой Действительно Фонарь Я Надеюсь Что Он Приехал Потому Что Я Люблю Кататься На Велике Вот Люблю Кататься Ночью На Велике По Моему Это Он Вот Это Фонарь С Которым Мы Будем Все Остальное Да Это Он Охренеть Это Круто Это Феникс Да Те Фонари Стоили По Стоили Каких-то Грошей А Вот Этот Фонарь Он Он Брендовый И он Крут И он И он Стоил Около Короче он Дорого Стоил Да Но Блин Он Должен Светить Очень Очень И Очень Круто А Собственно Это У нас Феникс Байклайт Бц 30 На него Будет Абсолютно Отдельный Обзор Я Всегда Хотел Себе Нормальный Блин Свет На Велосипед Меня бесит Вот такие Вот Писюны Которые Высвечивают Два метра Перед тобой Я Заказал Фонарь Который Стоит Долбаных Блин Денег Вот Тут конечно И крепление Другое Все Блин По уровню Другое Но На этот На этот Фонарь Будет Отдельный Обзор На канале Муха Не сидела Бц 30 Он стоит Что-то 5000 Даже С Ебэя Он стоит 5000 А у нас Он стоит Вообще Каких-то Бешеного Бабла Короче Он стоит Как половина Моего Велосипеда Но я Всегда О нем Мечтал У меня Были Бабки На Пейпале Я заказал С вами Был Славный Дружа Обломов Кушайте Много Кушайте Вкусно Если вам Кому-то Было Что-то Из этого Интересно Я постараюсь Дать Ссылки В описании У кого Я покупал Подписывайтесь На канал Ставьте Пальцы Вверх Что-то Еще Надо Сказать Подписывайтесь Ставьте Пальцы Вверх Вот На Эти Фонари Все Эти Фонари Мы Сравним Как Удобно Крепить Что Лучше Светит Стоит Ли Платить 5 Кусков Или Можно Ездить С фонарем За 300 Рублей Все Это Дело Мы Постараемся Потестить Но Я Конечно Рад Что Этот Фонарь Пришел Оставайтесь С нами Всем Пока Вот Кстати Показываем Какие Китайцы Должен быть Написан Реальная Емкость Короче Смотрите Что Просто Затерто Просто Типа Эй Как бы Типа Спиртом Да 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 Они То ли Спиртом То ли Ацетоном Они Просто Затерли Но А это Батарейки На 1400 Ну Мы Знали Просто Я Надеялся Что Хотя 100 200 Миллиампер Час Дорогие Модели Батареек Могут Выдать Но Че Короче Походу Ловить Нечего Ну Ладно Шут С ним Стоит Там 200 Рублей